Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, с вами Красный, добро пожаловать на канал. Сегодня с вами продолжаем проходить Хогвартс на следе. В этой серии, я в принципе думаю, мы с вами пойдем уже по основной сюжетной линии и начнем, я думаю, с квеста Астрономия. Занятие профессора Шах проходит на вершине астрономической башни и нам надо сходить туда рядом с выручай комнатой. Поэтому, в принципе, я думаю, с вами с этого и начнем. Сейчас нам надо, получается, телепортироваться в Хогвартс. И там уже прохладить этот квест. Как мне туда попасть-то? Астрономическое крыло. Наверное, надо где-то вот здесь же. Можно же, да? Как телепортироваться-то, ее по-моему, я что-то из головы вылетела. Давайте вот сюда переместимся и, в принципе, пойдем в астрономическое крыло проходить этот квест. Потому что все равно от Шарпа, в принципе, который занимается алхимией, мы пока ничего выполнить не можем, потому что там надо купить зелье, а денег у нас на них, к сожалению, пока нет. Поэтому, в принципе, просто побежали наверх. Я думаю, там сейчас мы этот кабинет найдем. Посмотрим, какой нам квест, что там выдадут. И, думаю, уже там по сюжету разберемся. Так, куда здесь подниматься-то еще выше? Или здесь выше некуда? А наверх как попасть? Может быть, сюда надо идти? Все-таки куда-то, наверное, дорога это и ведет. А, ну тут еще выше можно подняться. Может быть, нам реально выше и надо подниматься? Так, здравствуйте. Я пришел на квест. Мне нужен этот квест. Какое отношение она имеет к магии? Так, тебе выпал дракон? Ого, наверное, это хороший знак. Может, это предвещает приключения? Так, и мы пришли тоже на занятия. Да, мы... Профессор Шах. Астрономия — это непрорицание. Вы не прочтете Таин Космоса в линиях на ладони или на дне чайной чашки. Увы, для мечтателей небеса всегда остаются туманными. Но если вы посвятите себя упорному и внимательному наблюдению, возможно, на мгновение вам откроется истина. А теперь достаньте, пожалуйста, свои телескопы. Сегодняшнее занятие пройдет на смотровой площадке. Мы будем смотреть на звезды. Ага, прохладно-то наверху. У вас по-прежнему нет своего? Пора уже перестать быть новичком. Телескопом с вами поделится мистер Токар. Давай я помогу настроить. Нет, нет. Вы должны настроить его сами. А что настраивать-то? Смотри в дырку и все. А-а-а. Сфокусируйтесь. Ну, допустим. Что, куча точек? Вам придется наблюдать за звездами и во внеурочное время. Это ясно? Чего он такой зашибленный ходит? На улице холодно. Холод никогда не останавливал великих звездочетов. Вспомните астрономические столы, установленные ими по всему Нагорью. Много веков назад эти астрономы наблюдали за теми же самыми звездами, что и мы сейчас. А какой в этом смысл, если они то же самое смотрели сто лет назад, ничего не поменялось? Урок окончен. О, привет! Я Амит. Мы виделись на уроке зелья варенья. Рад сообщить, что на этом уроке у нас пока ничего не взрывалось. Тсс! Привет, Амит. Приятно снова тебя видеть. Кажется, профессор Шах сказала, что у тебя нет своего телескопа. У меня есть запасной. Можешь одолжить его до конца семестра. Спасибо, ты добр. Это очень любезно с твоей стороны, Амит. А он точно тебе не нужен? Совершенно точно. Это мой старый. Я наконец-то раздобыл новый небесный созерцатель. Ты же слышал о нем? Ну, конечно слышал. Это же лучший из всех приборов для наблюдения за звездами. Хотя моя старая модель тоже вполне ничего. Стекло гоблинской огранки, первоклассные оптические чары. Даже жаль, что такой отличный инструмент пылится без дела. Ну, тогда спасибо, Амит. Пустики. В общем, телескоп хранится в кладовой этажом ниже. Мимо не пройдешь. Мне еще нужно кое-что дочитать. Приходи на нижнюю площадку и захвати телескоп. Я хочу с тобой кое о чем поговорить. Да и лики хочешь дать? Точнее, обычные квесты. Так, найти телескоп. Хорошо. Ладно, пойдем искать. Неужели это его старый телескоп? Выглядит почти как новый. Какую-то хуйнюю сделал. Ну, ладно. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Простите, я у меня просто же напрягать начинают. Только звезды и наблюдать. Ну, вот и смотри на свои звезды, блядь. И я пойду дальше просто по квесту. Так, что ты от меня хочешь? Чего, ночь, чтобы... Телескоп у меня. Он даже лучше, чем можно было ожидать. Я бы не стал предлагать будущему астроному какой-нибудь третьесортный луноскоп. Правда, тут... Луноскоп. Почему луноскоп и телескоп это? Да, что такое? Помнишь те астрономические столы, о которых все время твердит профессор Шах? Я тоже немного почитал о них. Судя по всему, один из них может быть прямо здесь, в Хогвартсе. Мы могли бы использовать его для поиска скрытых созвездий. А в чем подвох? А, ну разумеется. Во всей этой истории с телескопом есть подвох. Нет, нет. Я вовсе не пытаюсь подкупить тебя или вроде того. Но... Ты в деле? Никто из клуба «Плюй ко мне» не согласился. Сказали, что лучше пусть их оплюет камень, чем... Ну, в общем, они трусы. Пойдем, пока еще видно звезды. А когда доберемся, покажу тебе, как пользоваться телескопом. Обещаю. Хорошо, погнали. Ладно, хорошо, я пойду с тобой. Надеюсь, оно того стоит. Конечно. Поверь, я прочел о них практически все, что только можно. Все будет отлично. Идем? Сейчас какой-нибудь жопу у нас заведет. Вот стопудово. Ну, блядь, мы в каком-нибудь сарайе находимся уже. А, это где, короче, этих животных держат. Животных нет. Что-то странно. Может, в сумке спрятали. Так, сейчас подожди. Я палочку, эту флешку достану с ума. Что это вообще за столы? Типа показывают, как правильно тебе делать? Правда? А клуб плюй камней просто трусишки. По-моему, я слишком разогнался. Давай пропущу тебя вперед. Хорошо, если ты так хочешь. Понятно, чел засол. Че, погнали. Как-то настораживает. Немного паутины и горстка пыли. Нет, чем беспокоиться. О, конечно. Просто я думал, что здесь будет почище. Амид, можно тебя кое о чем спросить? О, конечно. Где находится этот стол? А где именно находится стол, который мы ищем? Если верить старому дневнику одного астронома, который я нашел в библиотеке, он должен быть где-то у стены замка. С чего такая любовь? Почему тебе так привлекают звезды? Полагаю, потому что о них еще столько можно узнать. Конечно, так можно сказать о многих предметах, но астрономия кажется безграничной. В ней постоянно делают новые открытия. Обнаруживают все больше спутников и звезд. А всего 50 лет тому назад открыли новую планету. Понятно. Вообще-то это все, что мне нужно было знать. А, что ж, хорошо. Ревеллио. Я хотел бумажку записать. Я не хотел с тобой говорить. А где именно находится стол? Как скипнуть, блядь. Вообще-то это все, что мне нужно. А, что ж, хорошо. Дайте мне записать. Я не хотел разговаривать. Я хотел записать, что ванная в клетке здесь. Ладно, погнали дальше. Я думаю, рано или поздно мы, в принципе, найдем этот стол. Какой-то сундук. Ну, если и засели, то уже были. Если так близко подобраться к школе. А, вот какой-то стол. Ага. Лира. Я был прав насчет столов. Они действительно ворота к далеким звездам. Как и сказано в книге. Твой вклад в это дело просто неоценим. Обещаю, однажды я напишу о тебе в своих мемуарах. Жду с нетерпением. Спасибо, Амит. Мне уже не терпится их прочесть. А мне не терпится их написать. То есть, чего еще писать даже не начал? Это только начало. Ты найдешь и другие такие столы на территории школы и в лесу. И все они ждут, чтобы их открыл достойный астроном. А если я и встречал такого, то это ты. А, и насчет моего старого телескопа. Можешь его не возвращать. Лучше оставь себе. Ты очень добр. Спасибо. Просто вещи подарил и все. Там стекло гоблинской огранки, а еще надпись на гобледуке. Между прочим, я неплохо знаю гобледук. Там главное горловые звуки. Ну, в гобледуке. И еще произношение звука Р. В общем, рад, что наше приключение увенчалось успехом. Скоро увидимся. Ага, получается, мы теперь помимо того, что эти загадки Меловина будем отгадывать, мы будем еще искать вот эти столы с разными звездами. Только на кой хер нам это надо? Ну, как бы нас никто и не спрашивал. Так, Анати нас позвала, получается, встретиться около замка Афалбратон какой-то, блядь. Нам, получается, надо телепортироваться вот сюда. И отсюда, я думаю, мы доберемся до замка и поговорим с Анати, что она там от нас хотела. Возможно, что-то важный какой-то квест. Но, скорее всего, он будет важный, раз все-таки он сюжетный. Так, а отсюда уже, как бы, ну, полетели по-бырому. Тут что, буквально немножко. Столько же, сколько и загрузку, можно сказать, ждали. Может, чуть больше. Но, я думаю, это прямо не критично. Ну, в принципе, да, уже почти до... Стоп, стопе. Я вижу загадку Шмелвина. Хорошо, приземляемся. Испытание Мерлину ни с чем не спутаешь. Давай, будем отгадывать. В принципе, если по дороге будет что-то такое попадаться, то почему бы сразу нам не отгадать? Яйца. И пламбы, ну ладно. Так, надо... Ага. А еще один где? Так, допустим, два-то здесь. А третий где? Третий я вот не вижу. Так, может быть, я слеповат? Или... Ага, все, вижу. Теперь понял. Все. Будем испытания Мерлина в любом случае проходить, потому что прикол в чем. Инвентарь расширяется, как я уже говорил, за счет вот этих вот испытаний. И то есть я не могу больше там трех курточек в инвентаре у себя носить, а это плохо. Вот. А носить предметы, как таковые, нам надо. То есть здесь... Здравствуйте. Ладно, до свидания. С собаками драться не вижу смысла. Вот только вот здесь надо это поставить. Вот так. Ну и все, в принципе, полетели дальше по квесту сюжетному. Пока ничего тут больше интересно нам не попадается. Да, это место не в лучшем состоянии. Да, вообще не в лучшем. Ладно, погнали. Ага, здесь защитный барьер. Кто-то его сюда явно поставил. И не просто так. Выше это у нас что, какая-то пещера что ли там находится? Ладно, начнем задание. Давай сюда. А хоть ты в кустах? Хорошо, что моя сова тебя нашла. Лучше держаться в тени и не шуметь. Нати, что происходит? Зачем понадобилось сюда приходить? Я, как мы с тобой и говорили, постаралась вызнать, что задумал Харлоу. Я проследила за ним до кабани головы. Я видела, как он читал какое-то письмо. Но я разглядела только подпись и печать Виктора Руквуда. И еще кое-что. Харлоу говорил о тебе своим приятелям. Это ведь не ошибка, так? Они ищут тебя? Нет, это не ошибка. Руквуд и Харлоу ищут меня. Но почему ты мне соврал? И что им нужно от ученика Хогвартса? Профессор Фиг велел помалкивать, но я знаю, что тебе, Нати, можно доверять. Руквуду и Харлоу нужна вещь, которую мы нашли в Гринготсе. Когда это тебя занесло в Гринготс? Как раз перед приездом в Хогвартс. Из-за этого я и опоздал на церемонию распределения. Мы попали туда через портал, когда на нашу карету напал дракон. Ничего себе! Это еще не все. Честно говоря, это довольно странно. Профессор Фиг говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Это та магия, которой ты победил от ролей в Хогсмиде? Думаю, да, я и сам толком не знаю, но я вижу ее следы и применил магию, которую не могу объяснить. Понимаю, это сложно воспринять. Это уж точно. И у меня еще масса вопросов. Но пока точно ясно, что Руквуд и Харлоу опасны для нас обоих. И не только для нас. Но мы можем от них избавиться раз и навсегда. То письмо неопровержимое доказательство, которое так нужно Констаблю Сингер. Поэтому я проследила за Харлоу и послала тебе записку. Чтобы достать письмо, мне нужна твоя помощь. Почему ты с ними воюешь? Похоже, ты всерьез настроен остановить Руквуд и Харлоу. Но зачем тебе это? Я видела таких, как он в Уганде. И знаю, что они натворят бед, если их вовремя не остановить. Это долгая история. Расскажу, когда у нас будет время. А сейчас давай займемся тем, ради чего пришли. Ладно. Бесполезно я все равно восстанавливать. А хотя бы поможем. Я проверю главные ворота, а ты поищи другой путь. Охрана не видно, но все равно постарайся не шуметь. Ладно? Харлоу где-то рядом. Так, Венвиз. Это, я думаю, обязательно надо. Ну и пойдем смотреть, что у нас здесь все-таки происходит. Что у нас тут прячут от наших глаз, так скажем. А, яйцпепламбу вон от нас прячут. Не знаю, нахер я их собираю, но, наверное, и для чего-то здесь все-таки нужны. Так, здесь залезть нельзя. А как? А как залезть? Как какать? Что делать-то, блядь? В случае, не понимаю. Так, ну я спер пиявочный сок и малиновые перчатки для квиддич. Может быть, по этим стенам можно лазить? Ага. Ну не, ну если я так залез, то в принципе ладно. Интересно, для чего это? Что ж, не получилось. Контейн, что-то посильнее. Дастанбол. Астанбол. Чем она не работает? Странно. Ну ладно. Может быть, где-то в другом месте мы можем залезть? А, ну вот здесь можно залезть, но нам нужна какая-то вещь. А очевидно, она здесь. Давайте попробуем какое-нибудь другое заклинание. Может быть, у нас еще есть что-то полезное? Ага, теперь берем вот эту вот. Где она там, блядь? Так, утаскиваем. Утаскивай. Утаскивай, блядь. Что ты его не тянешь-то все? Отдай. Вот. Не ворчи, нам он еще нужен. Вот так, поднимаемся. Да ёп ты, что ж ты как не Человек-паук-то все-таки? Да залазь. Блядь, да что с тобой? Можно его как-то перевернуть, я не знаю. Не, ну да как-то же, наверное, можно их вертеть. Ну вот. Это что за магия вне Хогвартса, блядь? Куда она исчезла? Это что за магия, блядь? Я такой магии не учился, исчезновение предметов. Отдай. Все. Давай по новой. Все хуйня. Так. Опутяй. Нет, не опутяй, подожди. Блядь, надо его как-то перевернуть. Ага, опутяй. Все. Да почему он, блядь, исчезает? Ёбаный ты волшебник, сука. Отдай мне этот чемодан, блядь. Ну все, на тебе-то хуйня, пошли домой, блядь. Не могу я здесь пройти. Слишком сложно оказалось. Почему если я ставлю его боком, он, блядь, исчезает? Какого нахуй? Это что, его боком нельзя ставить, что ли? Я не понимаю. Типа, что за бред-то, блядь? Я не поверю, что этот кубик нельзя боком ставить. Это очень бредово. Но тут же вот эта щель, на которую надо залезть. Переверни только его вот как-нибудь, я не знаю. Да, блядь. А как я должен залезть, если ты, сука, блядь, не переворачиваешься? А под таким углом ты, блядь, не хочешь на него залезть, ты не достаешь. Что за бред, блядь? Ёбаная магия. Ну, допустим, так. А так, блядь, залез. Какая разница, какое место я этот угол переворачивал? Типа, вы чё? Вы вообще говна въебали, что ли? Я не пойму. Надо бы пробраться в старушку и открыть для нати эти ворота. Сука, волшебники ёбаные, блядь. Так, открыли. Не понял. Где мой овергардиум? Это, блядь. А что, оно не двигается, что ли? Подожди, это овергардиум? А почему оно не колдуется, блядь? Сука, ну только не говори, что я, блядь, сейчас не могу пройти, потому что этот кубик там, блядь, застрял. Я там должен, я не знаю, в какую-нибудь другую хуйню залезть. Ну, шо за ёбаный в рот, блядь? Ну, чё, серьёзно, что ли? Тупик. Но должен же быть другой путь. Вингардиум Левиоса! А какая разница, почему я не мог Левиосу сделать, находясь там? Где логика в этом? Помогите. Я не вижу логики. Игра. Что за говно? Какая-то записка. Ладно, допустим. Так, надо вот это... А, не та команда, блядь. Ща, сука, не то нажал. Всё. Отлично. Я уже иду. А просто не могла пройти, пока я, ну, открывал? Я знала, что у тебя получится. Сюда. Я открою. Давай, открывай, я ползу в стелсе. Вот я тоже хочу вот так Аллаха Мора делать, а не ёбаные Ребусы, блядь, отгадывать. Это главная башня. Мне кажется, что Харлоу сейчас там внутри, и письмо тоже. Нужно быть осторожнее, когда попадём в... Я слышу их. Держите, змея! Какая красивая. А, так это же та, которую это нам показывала девка. Вот суки, что делают. Ты что знаешь этого гиппогрифа? Отлично. Тогда новый план. Я найду доказательства, а ты освободишь гиппогрифа. Договорились? Это наш шанс. Вперёд! Какой-то хуёвый шанс. Проклятие! Должен быть другой способ попасть на крышу. Наверняка. Опять пошёл паркур, да? Она здесь, нати, в безопасности. Нет, она же зашла оттуда, блядь. Какая она в безопасности будет? Акция! Финда, идём левиоса. А, нахуя вот это мне делать? Ну, чисто гипотетически понять, к чему это вообще. Не, возможно, это когда-то понадобится. Вопрос только когда. Ну, здесь я не вижу тоже прохода никакого. А, ну тут ступенька вот вниз идёт. А, ну вот этот ящик. Венгардиум левиоса. А почему? Ну ладно. Нахера я тогда его толкал? А как? Не самое безопасное место для проникновения. Ну, это-то понятно. Так. А что с этим блоком? Нельзя взаимодействовать, что ли? Ну вот. Так, не, не так. Подожди, его надо перевернуть. Блять. Ну, почти же. Скорее всего, опять вот этот перевёртыш надо делать. Да ёбана. Ща, мы как-нибудь сколдуем. Во. Вы, блять, издеваетесь, что ли? Это чё за хуйня, блять? Это как нахуй называется, блять? На меня ёбаный кубик упал, я сквозь текстуру ушёл? Я чё-то вахую. Ой, блять, игра. Не самое безопасное место для проникновения. Я мечтаю о том, чтобы сделать мир. Чё-то не так с этой игрой, короче, блять. Ну, я... Я не знаю, как объяснить происходящее. А, он сразу нас наверх подкинул. Не, ну, если игра таким методом извиняется, как бы ладно. Ага, здравствуй, блять, к ноге ёпта, блять. Я научился колдовать, всё. Блять, опять Аллахомора. Вот это вот, ну, вот это ей не нравится вообще в этой игре. Ну, прям, ну, для кого вот эта вот хуйня сделана? Вы думаете, тем, кто играет, типа, в Гарри Поттера, вот эту хуйню тоже отгадывают постоянно? Мне кажется, ну, явно мод уже есть какой-то, где позволяет мне отгадывать вот эти головоломки постоянные. Ну, я вот реально не поверю, что они сидят и вот эту каждую вот дверь дрочат, блять, с этой Аллахоморой. Ну, просто, ну, это невозможно уже, блять. Так, хорошо, нам куда сейчас? Нам надо инвиз вернуть. Мало ли, сейчас опять дядя и тётя нападут на нас. Надеюсь, найти там попроще. Да, скорее всего, она же просто в дверь вошла, пока мы тут шляпой вводим. А это что, башни куда-то ведёт? Ой, господи, кота, блять. Ну, нам явно не в башню идти. Тёть, ты меня даже не видишь. Всё. Больше пиздели. А я вам говорил. Ёбаная дверь, блять. Вот если я не забуду, я реально после вот этой серии я поставлю моду, блять, чтобы каждый раз вот эту дверь сраную, блять, не вводить. Это если на геймпаде меня вот бесит, то, блять, я не знаю, как на клавиатуре вот эту хуйню проходят. И потому что вот эти вот хуйни надо дрочить постоянно, короче. А как и на клавиатуре это дрочить, мне непонятно. Ой, нет, Диек был прав. Нужно спасти вас от этих варваров. Блять, ну давай утаскивать их отсюда, чё делать-то. Я не это хотел. Ребят, простите. Ей-богу, блять. Я чё, всех убил? Теперь всё хорошо. Чё, блять, мех всем не спалил. Чё, здесь всё? Больше нету их? Фестрал? А где фестрал они увидели? Тут уже нет фестрала, очевидно. Галду тоже заберём. Так, ну пойдём дальше. Нам надо до крыши добраться. Ага, в инвиз. Давай смотреть, может быть мы ещё каких-то животных здесь найдём? Как раз таки фестралов или ещё кого-то там из питомника этого. Может, ну тут явно надо утаскивать животных? Живодёром оставлять их тут не будем. Это неправильно. Я думаю, вы бы мне дизлайк поставили, что животных не спас. Тут тоже кого-то держали. Тут тоже кто-то сидит? Непонятно. Неизвестный предмет Даши. Ага, здесь какой-то лут кто-то прятал. Ну, мы заберём. Явно им уже, я думаю, не нужно. Уже, скорее всего, возможно, кого-то из тех, кого ранее мы добили, их и выкинули отсюда. Так, от сцены. Чё, сейчас будем опять ребус разговаривать на Аллахамору? Пойдём. А как же кланяться? Вот он покланялся. Потому что не покланялась, очевидно. Ёб твою мать. Нихуя какой фейерверк в нашу честь пульнули. Ага, её пересадили. Чё ты орёшь? Ты уже летишь. Не, ну это лучше, чем на веники лететь. Да шо вы визжите, блядь? Как будто никогда куриц летающих не видели. Это же Хогвартс Экспресс! Наверное, возвращается из незапланированного рейса. Наверное. Не, ну красиво, ладно, не поспоришь. Не поспоришь. Ага, вот это он тут. Поезд их не останавливается здесь. Ну только что-то он не очень-то останавливается. Тю-тю, блядь, паровозик Томас там проехал. Интересно, кто-нибудь в замке нас заметил? Скорее всего. Столько радостей, летая на гиппогрифию. Даже Гарри Поттер, по-моему, столько не радовался. Вообще, лошадь с крыльями. Только представьте, ещё и голова орла. М-да. Просто дух захватывает! Да уж, это было волнительно. Хотя на миг мне показалось, что живыми мы не уйдём. Не за чем было волноваться. У меня всё было под контролем. Тебе удалось добыть письмо? Я манящими чарами выдернула его из рук Харлоу. Конечно, я не ожидала, что он рискнёт применить убивающее заклятие. Теперь надо быть на чеку. Он этого так не оставит. Разумеется. Так что говорится в письме? Что Руквуд ищет Феникса. И где он собирается его найти? Феникса? Ко всему прочему, Харлоу приказал обыскать замок и найти браконьеров. Этого хватит, чтобы доказать участие Харлоу в преступлениях. Я отнесу письмо Констаблю Сингер. Тогда ей придётся начать... Мне кажется, ей похер будет. Она, наверное, тоже там замешана. Скажи, откуда ты знаешь этих гиппогрифов? Я знаю только Крыланну. Это Поппи нас познакомил. Поппи Добринг знает гиппогрифы? Ну, разумеется. Поппи будет рада знать, что Крылана в безопасности. Я рада, что обратилась за помощью к тебе. Моя мама будет беспокоиться. Мне пора. Найди меня в ближайшее время. Мне нужно многое тебе рассказать. Хорошо, Крылана у нас разблокирована. Значит, она на нашем чемодане, получается, сейчас будет? Или как? А, ну, она в сумке у нас теперь сидит. Ещё мы кого-то разблокировали? А, это внешний вид ихний. Ну-ка, давайте посмотрим, кто там ещё у нас есть. Летающие верховые животные. Ага, типа могилей. Такое ещё есть и белое. Давай я вот такого сделаю. Ну, вроде красивый. Типа на могиле летать чё-то не хочется, если честно. Так, чтобы её вызвать, треугольник. Давай проверяем. Ага. Не, ну это красиво. Не, ну это интересно, что Харлоу преследует одного волшебника. У него есть доказательства, которые позволят нам покончить с Харлоу. Надо вместе с ним поговорить. Встретимся у него дома. Ну, я думаю, сейчас мы посмотрим. Когда у вас нет время, загляните в выручай комнату. Диэк хочет чем-то с вами поделиться. Ну вот выручай комнату, я думаю, мы сейчас с вами изгоняем, посмотрим. Я так понимаю, у вас есть новости о Гоблине, которого мы с вами обсуждали. Давайте встретимся в зале картографии. Всё обговорим и решим. Что делать дальше? Дальше сюжетка пошла. Ещё больше квестов закидывают нам. Хорошо. Давай тогда откроем сразу, получается, карту. И сразу просто телепнемся, выручая комнату. Ну, потому что, чё нам туда бежать пешком? Так. Секретные комнаты. Вручай комнату. Переместиться. Вот. Туда мы, в принципе, и попадём с вами. Посмотрим, что там у нас есть. Может быть, что-то новое появилось. Где он? Так. Дикпик, ты где у нас? Хотел бы поговорить с вами, как будет минутка. Давай, рассказывай, братан. Что тебе? Профессор Уизли сказал, что ты можешь рассказать о ткатском станке. Привет, Дик. Профессор Уизли сказал, что ты можешь рассказать мне о ткатском станке. А, здравствуйте. Да, касательно этого. У Дика возникла мысль. Он... Так, чё-то тут открывается. Новое помещение. Пойдём глянем. О, комната решила, что вашим существам нужно больше мест. Дикпик хотел сказать вам, что у него есть идея, как испытать одежду, зачарованную на ткатском станке. И, возможно, помочь старому другу Дика. О чём ты? Домовой эльф Топс по наказу хозяина выжимает пиявочный сок в пещере недалеко от Хогвартса. Хозяин запретил Топсу выходить из пещеры, а Дикпик знает, что в ней полно пауков. Какую жуть. Да, Дикпик давно не получал везти от своего друга. Вам пригодится одежда, зачарованная на ткатском станке. Дикпик думает, что вы можете проверить её, навещая Топса. Ну, ладно, найду. Предоставь это мне, Дикпик. Я найду Топса. О, спасибо вам. Расскажите Дику, если сможете что-то выяснить о его старом друге. Давайте посмотрим с вами, что за новая комната. Заодно идентифицируем наше снаряжение, которое у нас появилось. Школьная мантия, ослабленный мариновый шарф с замком. Ну, ладно. Заодно нам надо, получается, собрать наши растения. У нас тут, благо, всё повырастало уже. Кабиновый отвар взять мы пока не можем. У нас их 25. Но бадьян зато соберём. Что ещё у нас есть? Может быть, ещё что-то полезное? Ага, зелье невидимости мы подобрали. Мы ещё какое-то зелье можем сделать? Эдурус, максима невидимости. Побег с порыша. Какая-то смоковница, блядь. А мы можем что-то другое вырастить? Давай освободим горшок. И посадим сюда... Вот, спорыш. Но спорыша у нас ещё не было. Типа, это, конечно, единственное, что мы здесь нашли. Ну и посмотрим, что это у нас за комнатушка хотя бы здесь вообще. Ой, как светло. Бля-а-а. А шо так красиво? Мы шо, всё ещё в Хогвартсе или нет? Не, ну очевидно, мы всё ещё в вымышленном мире находимся. Бля, вот, знаете, честно. Вот заходишь в туалет. У тебя вот среди, короче, вот этого пляжа стоит чисто сральник. Вот это было похуенно. И ты просто сидишь, смотришь вдаль, и ничего не происходит. Вот это будет круто. Так, хорошо, как нам выпустить? Поместить тварь. Поместить, поместить. Всё, я вас всех выпустил. Так, как вас кормить-причесать, надо вспомнить. Ага. Нет, не так, ага. Держите хавчик, раздаю. Раздаю вам хавчик всем. Ой, у нас зачесался. Всё, тебе тоже хавчик маленький. На, держи. Всем кушать раздал. Так, шарик. Ёпта, шарик, вернись, я тебе еду дам. Держи, еду. Всё, хорошо. Осталось причесать. Тоже причесать. Тоже причесать. Всё. Собрать. Волосы фестрал. Ну, это, в принципе, полезно. Я так понимаю, лут какой-то. Ага, здесь тебя тоже надо причесать. Ага, тебя тоже почесать. Давай тебя тоже почешем. Хавчик какой маленький, господи, блядь. Да ёпта, мать, эти кнопки путаю. Слава богу, им урон не наносится. Тварь пока не готова к взаимодействию. А почему не готова она? Вот, её чешут. Всё. Хамяка чешут. Здесь почесали уже. Лимит на почесушке. Понятно. Так, здесь тоже всё. Здесь тоже всё. Здесь не почесали. Чешись. Ага, всё. Голову не трогает, за мной. Только крылья. Спасибо за перо. У фестрала волосы мы взяли. Здесь тоже взяли. А что здесь ещё есть, интересно? Давайте посмотрим. Может быть тут какая-то, не знаю, херня находится. Пиявочный сок. Так вот пиявочный сок, где надо было этому другу, того челика находить. Капец, это просто здоровая локация в... Тупо в ящике, блядь. В палатке какой-то. Я вообще удивлён, конечно. Арка. Я какую-то арку нашёл, ну ладно. Сейчас посмотрим, кстати. Сейчас попробуем что-нибудь сколотить. Так, как делать крафт из предметов? Здание предметов. Вот, всё, давай. Крафтим. Арка. Ага, а больше можно? Не знаю зачем, но допустим. Я пытался расспросить Омениса насчёт скриптория, но ничего от него не добился. Жду тебя у входа в гостиную Слизерина. Надо поговорить. То есть это просто декор, да? Да, у нас тут спойл ничего нету. Винтажный камень, блядь. Понятно. Короче, ты эту комнату украшаешь по своему вкусу и подобию. А летать здесь нельзя, да? Угу. Ну какие-то птицы тут чайки вымышленные летают, по ходу дела. Не, ну в целом, типа, если ты любишь вот такие вот места, тут всякие, знаешь, украшения и так далее, то почему бы и нет? Они как бы здесь остаётся и... Придумывая что-то для себя интересное. Чё-то мои животные все разбежались, по ходу. Где все, блядь? Хоть знает, чё-то мои в натуре разбежались, по ходу. Так, вы где? Ну-ка, покажи. А чё вы исчезаете? Ну, видимо, я чё-то играю к деспауне, вот не знаю зачем, конечно. Ну, ладно, хер с ним. Может быть, так необходимо. Не, ну в целом, реально, прикольные места сделали. Вот это мне нравится, типа... Это Хогварти, вот, больше всего мне пока что нравится. Вот эти вот места с животными, куда ты можешь зайти, чисто кайфануть и всё. А не над сюжетками немножко странными зависать, где ты, блядь, сквозь текстуры провалишься. Вот, ну в целом, тут прикольно. Мне нравится. Ну, думаю, на этой ноте, в принципе, с вами сегодня закончим. В следующей серии уже будем проходить остальные цепочки квестов. С вами был Краст. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok